Форбс опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров. На вершине топа оказался 8-летний мальчик из США, который публикует обзоры игрушек на своем канале в YouTube. Он заработал за прошлый год 22 миллиона долларов. Канал Ryan Toys Review создали родители мальчика в марте 2015 года. Его видеоролики набрали в общей сложности почти 26 миллиардов просмотров и собрали 17,3 миллиона подписчиков. Заработок Райана по сравнению с предыдущим годом вырос вдвое. Доход почти полностью генерируется благодаря рекламе, показанной перед видео. На втором месте канал американского актера Джека Пола. Его заработок в 2018 году составил 21,5 миллионов долларов. Число подписчиков составляет 17,5 миллионов. На своем канале Пол выкладывает свои клипы и пранки. Третья позиция у канала Dude Perfect, на котором группа из PC молодых людей выкладывает видео со спортивными трюками. У них почти 37 миллионов подписчиков. Заработок за год составил 20 миллионов долларов. Четвертая позиция у британца Дэна Миддлтона и его канала DenTDM. Молодой человек специализируется на обзорах видеоигр. На канал подписаны 20,5 миллионов человек. Годовой заработок 18,5 миллионов. Пятерку замыкает американский певец и стилист Джеффри Старр и его одноименный канал, на который подписалось 11,5 миллионов человек. По данным Forbes за год он заработал 18 миллионов долларов. Старр делает обзоры косметики и одежды. И поговорить обо всем этом удивительным мы пригласили в студию одного из самых успешных русскоязычных блогеров Америки Михаила Портнова. Звезда Калифорнии в эти дни отдыхает в Майами и заглянул к нам на огонек. Михаил Светлана, здравствуйте. 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 Вы скажите, пожалуйста, как вы вообще оказались в Ютубе? Это, знаете, как потихонечку произошло случайно, потому что я участвовал в работе такого форума, где люди, играющие в лотерею Green Card, они там общались. А у меня школа компьютера называется Портнов Computer School. Мы учим людей тестировать программное обеспечение, там на работу устраиваем и так далее. И люди с этого форума к нам приезжали. А я их встречал в аэропорту, знаете, ну и снимал на видео. И на форуме их показывал. Ну, то есть такой между собой был. Но потом я понял, что как-то еще какие-то люди смотрят. Потом я смотрю, это было шесть лет назад, какой-то Ютуб был очень засорен антиамериканской пропагандой. Вот, допустим, смотришь про Америку что-то. Первое, что выходит, написано, хочешь попасть в Америку, поступай в ракетные войска. И я подумал, что, ну, никого больше нет. Ну, надо что-то сделать. И вот я начал делать этот канал в том формате, как он сейчас существует, шесть лет назад. Вот сейчас нас около двухсот тысяч подписчиков, но где-то миллион, миллион просмотров за месяц. Но опять у нас узкая тематика. Мы не можем иметь пять миллионов или десять, там, или даже полмиллиона. Это очень много. Это люди, которые интересуются Америкой. Это люди, которые живут тут и хотят что-то узнать про Америку. Такого плана. Ну, тем не менее, все равно, в общем, очень удивительные цифры. 200 тысяч подписчиков, и это вот, ну, такие же, как мы, да, люди русскоязычные, которые живут в Америке. Это все равно очень серьезное достижение. На самом деле, я когда нашла ваш канал, я тоже прямо, я тоже изумилась. То есть, я знаю, что, ну, все смотрят, как губы, там, красят губы или что-то такое. Но вот так много контента, так много единомышленников, у вас такое вот, такое живое комментирование. А у меня вот такой вопрос, он вот блогерский, вот я в новостях бы даже, наверное, да. Вот Форд сейчас опубликовал рейтинг американских самых богатых блогеров. Как у вас-то, что бабло-то приносит это все? Ну, ведь, понимаете, есть механизм гуглский, да, там клик, копеечка, клик, копеечка. Я не думаю, что на это можно что-то такое серьезное заработать. Например, вот я могу сказать, у меня с миллиона просмотров, что-нибудь 300 долларов будет. Есть блогеры, у которых там, может быть, тысяча с миллиона просмотров, но бы невозможно смотреть, тоже каждую минуту рекламу идут. Я не могу так. Как пошел вот основной бизнес благодаря этому? Сказывается, потому что у меня школа. О нашей школе знали люди, которые живут в Кремниевой Долине. Еще немножко там по всей стране, через знакомых, знаете, как сейчас ходят рикошетом. Но, когда пошло вот это вот, получается так, человек сидит в Иркутске, смотрит про Америку, а у него в это время в Нью-Йорке приятель там, что называется, лапу сосет, ему плохо. И он ему говорит, послушай, что ты там сидишь, вот там в Кремниевой Долине есть вот такое дело. Поэтому, что произошло, некий переток студентов действительно на школу. Ну, начинали. Вот сколько было в начале студентов и сколько сейчас у вас? В онлайн-классе вот, ну, было там, скажем, там 10-15 человек у меня в группе сейчас. Вот я вечером сегодня начинаю новую группу, там уже 250. Ага, ну, это здорово, все подросло, да? Значит, собственный блок, это как средство продвижения собственного бизнеса. Это как главный инструмент, но не специально, понимаете? Не специально, не это была основная идея, просто так получилось. Нет, я вам хочу сказать, вот в сравнении с телевидением, и это на самом деле очень важно, то есть это то, чем мы живем, вот сегодня интернет дает такую возможность, которой никогда раньше не было. Знаете, девочки росли, мечтали, вот я хочу блокасить кино, я хочу блокасить телевидение. Сегодня эту возможность имеет каждый, и другое дело, что не каждый может пробиться, да? Но, в принципе, ты можешь быть сам себе в своем телевидении, и это на самом деле очень ценно. Потому что вот у нас нету продюсеров, у нас никого нету, нам никто не говорит, что мы должны показывать. Вот о чем душа поет, то мы и показываем. Единственным критерием являются, собственно, наши этические нормы, которые я считаю, что они у нас на достаточно нормальном уровне, да? Вот, и люди пишут, что мы так давно искали единомышленников, мы, слава Богу, что мы вас нашли. Вот это вот для нас самая большая похвала. Сегментация легкая, давайте скажем, вот ты хочешь кого-то, и ты можешь сказать, вот я хочу, чтобы он был в таком, может быть, в возрастном диапазоне, вот с таким образованием, вот с таким уровнем интеллигентности, и так далее, и так далее. И есть любой, вот какой хочешь есть, и шаматом не ругаться. Поделитесь с лайфхаком, вы деньги на рекламу Google тратите? Вы не платите за что? Для продвижения. Для продвижения. Нет. Нет, у нас уже отобранная аудитория, которая нашла. У нас на самом деле два канала. Сколько на это ушло? Ну, вот шесть лет он сказал. Ну, я вам скажу, у нас примерно добавляется 35-40 тысяч в год подписчикам. И оно так потихонечку идет. А какой второй канал? Дело в том, что у Миши очень большая продуктивность в вывешивании этих видео. Люди не успевают смотреть, у него просто столько времени нет. Он едет на работу, снимает, он едет с работы, снимает. Но еще днем бывает в офис кто-то зайдет, он говорит, давай мы тебя запишем. И люди говорят, боже, мы не успеваем по 15-20 минут смотреть 4 раза в день. Поэтому он говорит, а мне хочется сказать. И тогда он решил открыть еще один канал, который называется Портнов Блог. Ну, как поболтать. И там уже собралась изначально наша аудитория, которая смотрит все. Вот у них, наверное, времени побольше. Там сейчас, по-моему, порядка 10 тысяч. Понимаете, есть люди, которых раздражает, когда много идет. У них девайсы, они там смотрят, идет лента. А там сколько подписчиков Портнов Блог? Там сейчас порядка 10 тысяч. Это свежие, которые новые начали. Нет, эти 10 тысяч смотрят все. И они говорят, слушай, а помнишь, там у них был какой-то вот Политайв на канале? Это видео, номер такой-то, так мы не знаем, как его найти. Да, да. Очень плохая поисковая система. Они все знают. Ну, вы и правда легендарные люди. Я в Майяле слышала много-много. Может, вы сейчас не согласитесь со мной, но кажется, как вы ловите людей. Мне кажется, это люди. Проблема номер один. Как заработать денег и как найти работу в Америке? И вы рассказываете на своем канале, в том числе, как это сделать. Правильно? Ну, во-первых. Потом приходят люди к вам. Я закончу, да. Потом приходят люди к вам, и вы даете еще какую-то интересную информацию. Это люди цепляют, и они остаются. Первое. Как попасть в Америку? Да, лотерея гейм-карт. Вот у нас мы всегда так мощно. Как заполнить форму, отвечаем на вопросы. Целый месяц мы только эту лотерею гоним, потому что там много вопросов. Значит, как попасть в Америку? У нас миграционные адвокаты там выступают, отвечают на вопросы. Это всегда большая аудитория собирается. У нас очень много прямых эфиров. Вот я веду по пятницам прямой эфир. Света ведет по средам. По средам. По средам прямой эфир. То есть, вот сколько вопросов будет, столько мы ответим. Но у нас немножко разные профили, да? Люди пишут нам в прямом эфире? Да, прям мы с ними разговариваем, да. И прямые эфиры пользуются большим спросом, надо сказать. Нам тоже есть что себе рассказать. И мы тоже решили идти в YouTube. Мы есть в YouTube. С самого начала, основания канала мы в YouTube. Но у нас есть мнение такое, что новости – это не YouTube формат. Многие об этом поспорят. Многие, может, смотрят новости в YouTube. И мы решили немножко добавить нового жанра. И больше в режиме видеоблога сделать блог о нашем телеканале. И предлагаем вам стать тестировщиками. Да. Я покажу только, это очень рабочая такая съемка. Вот смотрите, мы только отсняли. Это вообще рабочий материал. Вы на самом деле первые. Вот Сергей так проникся вообще, проникся моментом. Это совсем другое уже такое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Говорит и показывает Майами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это Russian America. Опыт Russian America. Он не может так что-то. Он все нравится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И начинаем делать что-то такое в облегченном формате. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, то есть, все-таки это развлекательный такой, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, это, по сути, реалити-шоу. Это вот реальная жизнь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это то, что тебе больше всего нравится. Вот это самое интересное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, что? Оставляем? Оставляем? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По 15 минут, наверное, серия. Пока у нас концепт первого сезона для нас сегодня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне вообще страшно спросить, что скажете. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, я считаю, что это очень интересно. Это вот то, что люди хотят видеть. Они хотят видеть живую жизнь. Не по сценарию жизни, не по бумажке жизни, не ту, которую считывают там с каких-то мониторов. А они хотят видеть живую жизнь, как люди делают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, спасибо, что не обругали нас в прямом эфире. А так уж будем на связи. Говорите, поправляйте начинающих ютуберов. У вас есть преимущество перед пломбером. Увидимся на нашем телеканале. Смотрите, подписывайтесь на телеканал, в том числе и Михаила и Светланы. Очень интересная информация. И, может быть, вы увидите и на их канале Russian America TV. Обязательно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА